День добрый, в эфире программы «Особое мнение». Меня зовут Владимир Светанин. Со своим особым мнением сегодня в нашей студии вице-спикер Законодательного собрания Кировской области Марина Сазонтова. Марина Сергеевна, день добрый. Добрый день, несмотря на метель. Да, день выходной, кстати, накануне праздника мужского. На сайте хакирова.ру есть аудио-видео-трансляция нашего эфира. Кроме того, вы можете задать вопрос гостю «Особого мнения». Поступило пара вопросов, и я, пожалуй, с одного из них начну. Ну, а затем мы перейдем к итогам очередного пленарного заседания областного законсобрания. Очередная пленарка состоялась на прошлой неделе, напомню, 17 февраля. Итак, вопрос. Автор Павел. Добрый день. Депутат Турула снова пытался внести в повестку пленарного заседания вопрос о досрочном прекращении председателя МЗС своих полномочий. На место спикера он предлагает вас. Ну, я, кстати, в частности, нашел эту информацию на сайте законсобрания новости, публикованной от 20 февраля. И, Павел, интересуется, все это согласовано с Турулом? Готовы ли вы возглавить в ЗС? Ну, давайте так будем говорить. Не согласовано, и я никогда на такие посты не рвалась. И тот пост, который я сейчас занимаю, это предложение было внесено нашей фракции по решению обкома КПРФ. Потому что все предыдущие годы я работала, как обычный депутат, не занимаясь штатной должности. То, что Валерий Николаевич, ну, не знаю, так сказать, предложил, это его видение. И я знаю, если сегодня на сайте посмотреть, и у нас по почте, разосланным всем депутатам законодательного собрания, Валерий Николаевич обратился в прокуратуру с предложением рассмотреть, вернее, с требованием, правильнее будет сказать, рассмотреть те нарушения, которые, на его взгляд, были совершены председателем законодательного собрания. Это вот то, что Турула озвучил в конце, да? Да, это уже сделано депутатом по нашему лотосу, уже направлено, я сейчас с работы буквально посмотрела. Поэтому давайте отдадим это на откуп нашей прокуратуре, которая посмотрит. Я очень не люблю сослагательных наклонений, я не юрист, я не могу в этих тонкостях до конца. Претензии есть к председателю законодательного собрания, но, наверное, они есть и ко мне, и к каждому. Вы ознакомились со списком этих претензий? Да, список достаточно большой, там на пяти или на шести, я просто вот не успела до конца, просто посмотрела. Ну, можно какие-то основные, я не знаю, главные моменты? Ну, на то, что есть, якобы, нарушения по внесению вопроса в повестку дня, будем говорить, по регламенту голосования, и там еще ряд нарушений. Это все персональная ответственность именно на спикера, да? Это предложено, да, ответственность возложена на спикера, возлагает Валерий Николаевич. И следующий вопрос, конечно, когда, например, ко мне обращаются как к заместителю, председателю законодательного собрания, почему-то председатель законодательного собрания дает мне рекомендации, что сделать. Так что вопросы есть. Я говорю, ну, они есть к каждому, кто работает, и насколько эти поступки соответствуют или не соответствуют регламенту, насколько они законны. Ну, вот сейчас есть у прокуратуры возможность разобраться. Ну, по словам Валерия Николаевича, возможно, дело дойдет и до суда, и уже в суде будет рассматриваться, да, этот вопрос? Давайте гадать не будем. Соответствует или не соответствует? Да. Алексей Максимович, занимаемый должность. Безусловно, пусть решается. Ну, а что касается, готовы ли вы вас главить ОЗС? Ну, вы сказали, что не рветесь, но все-таки. Я не рвусь, и таких у меня поручений от нашей партии, от компартии у меня нет, поэтому я никогда не рвалась и на депутатскую работу, выполняя только партийные поручения. Потому что рваться в депутаты, ну, это, не знаю, люди, которые или хотят какие-то личные свои проблемы решить. Когда знаешь, и работая всю жизнь в средствах массовой информации, и работу всех представительных органов власти, я прекрасно представляла и знала, что это такое. И иллюзии не питала, и знала, что мой КПД не будет достаточно большим, если у нас не будет большинства среди сторонников. Итак, к итогам очередного пленарного заседания в ОЗС перейдем. Одним из самых ярких, так скажем, моментов стало выступление Василия Купряновича с Ураевым, как раз-таки уже в конце пленарного заседания, в разделе «Разные». Я предлагаю сейчас окунуться в атмосферу этого мероприятия. Так скажем, сейчас прозвучит небольшой отрывок, попрошу звукорежиссера его запустить. Но я предупрежу, это выступление как раз-таки Василия Купряновича, вернее его финальная часть, с того момента, когда его прервал как раз-таки спикер ОЗС Алексей Ивонин. И вот какое сделал заявление Василий Сураев. Я услышал, значит, тогда такой вопрос еще последний, если уж не дают мне один раз время, значит, то, что спасибо всем, кто проголосовал, хотел я внести закон. Ну, когда я посмотрел расшифровку, я увидел, что все депутаты Единой России, значит, не поддержали меня. В таких условиях я выхожу из фракции Единой России, это раз. Слагаю себя в полномочия председателя комитета по законодательству в связи с тем, что она была поддержана от Единой России. Это два. При этом я не доставлю большого удовольствия, я остаюсь депутатом и буду работать и в комитете по законодательству, и в комитете по главным вопросам. Спасибо, коллеги. Мы с тем, мы услышали, что произошло. Я так понимаю, аплодировали далеко не представители фракции Единой России. Кто аплодировал? Ну, если смотреть из президента, это, как правило, правое крыло. А если смотреть из зала, это левое крыло, где фракции КПРФ, Справедливая Россия, там часть из ЛДПР. Ну, оппозиционеры, в общем. Да. Они, аппозиционеры, да. Насколько неожиданным или ожидаемым было для вас это заявление? По мне, так неожиданным, потому что вы вслед выходили за трибуну, да, и рассказывали о книге Татьяны Кропеневой. Судя по вашей реакции, так неожиданным было. Безусловно. Вы знаете, когда и Дмитрий Михайлович Русских тоже заявил, что вот он выходит, правда, сейчас уже этот вопрос как бы снят, да, и Василий Куприянович. Ну, по поводу того, что он был прерван, к сожалению, есть такой у нас норматив, регламент, там не более... Три минуты. Три минуты, да. Он был нарушен. То есть это было предупреждение, но в этом случае, значит, бывает, что, ну, что-то очень важное и нужно, не успел договорить депутат. Обычно обращаются к залу и просят, что предоставьте мне еще несколько минут. Согласны ли вы с тем, что я знаю? Да, да, и можно проголосовать, и, в общем-то, да, увеличить время, чтобы не лишать человека голоса. Почему Алексей Максимович не обратился, что можно ли, так сказать, давайте продлим, это пусть уж он сам и отвечает. Вот, неожиданное заявление Василия Куприяновича, и вот если обратить внимание, этот вопрос задают, что вот у вас такая должность, вас там лишат. Вот, поверьте, когда я шла на эту должность по решению нашего обкома и фракции, я даже не знала об этих каких-то существующих там льготах и так далее. Потому что для меня этот вопрос вообще не стоял. Коснулась тех, кто выходил или пенсионный возраст наступал в период работы в ЗАГС собрания, и вот они оформляли. Давайте поясним все-таки нашим слушателям, о чем идет речь. Он, может быть, не в курсе. Вот как раз-таки Василий Куприянович говорит о том, что его коллеги по фракции не поддержали его предложение о том, чтобы сократить, урезать расходы на пенсионное обеспечение бывшего служащего. Да, на обеспечение, которое, да, там по срокам, увеличить срок и так далее. Я, кстати, долго складывал этот пазл в голове. Я думал, что это предложение Общероссийского народного фронта, и чуть позже я хотел вам задать этот вопрос. Но, коли уж Василий Куприянович является экспертом ОНФ, вот, собственно, в этом суть-то законопроекта. То, о чем и говорит ОНФ. В том числе, да. Да, в том числе и о том, что очень много как бы льгот предоставляется. И в данном случае, значит, то, чего мы все добивались, и вот когда сейчас это прозвучалось, там, кто голосовал, кто нет, у каждого из наших жителей нашей области есть возможность, если есть такая возможность, зайти на сайт законодательного собрания. Там сейчас публикуются итоги голосования по всем вопросам, которые поднимались. Можно зайти и посмотреть. Я голосовала в поддержку предложения Сураева. Но не прошло. Как и многие другие вопросы, и у меня сейчас проходит очень много встреч, они проходят у меня каждый год на предприятиях, учреждениях, которые находятся на территории моего одномандатного округа. И я туда прихожу с этими протоколами голосования по нескольким вопросам. Потому что, если, например, вопрос сформулирован так, об изменении статьи 129 Трудового кодекса, да, о чем это? Это нужно еще вернуться к Трудовому кодексу, это посмотреть, что за статья, хотя речь идет о том, что у нас прожиточный минимум, вернее, мурот не должен быть меньше прожиточного минимума. Я вносила эти изменения, но мое предложение не было поддержано, как и ряд других. Поэтому найти о том, все-таки, как голосовали и кто голосовал, всегда сейчас есть возможность. И я думаю, те, кто собирается не отсидеться дома на выборах предстоящих, он может сам решить. Я вот ни за кого не агитирую, вы сами должны, кто соответствует вашим чаяниям, так сказать, интересам. По поводу еще Василия Куприеновича, то, что он вышел из фракции, он сейчас стал независимым депутатом, по сути-то, да. Означает ли это, что, ну, как-то вот более тесные с оппозиционерами будут связи? Или об этом рано говорить? Нет, это абсолютно ничего не значит. Те, кто сегодня находятся вне фракции, к сожалению, среди них есть и те, кто прошел по списку. Но когда им предлагали все-таки сдать мандат, потому что выяснились какие-то не очень лицеприятные факты, и чтобы он, человек, не компрометировал начатую или иную партию, они вцепили свои мандаты и не ушли. Но во фракцию их не взяли. Поэтому сказать, что это за люди, они голосуют порой противоположно, в отличие от той партии по списку, по которой стали депутатами. Поэтому здесь я тоже не сторонница гадать, как оно будет. Если принципиально, так сказать, человек выразил свое отношение, ко мне подходили и депутаты законодательного собрания, как вы на это реагируете? Я говорю, это право каждого из нас согласиться, не согласиться и принять принципиальное решение. Поэтому за кого-то отвечать или решать человек сам делает выбор. Вот сейчас, возвращаясь к первой части выступления Василия Куприяновича, которую мы не услышали, в силу того, что оно занимает чуть побольше времени, но я вот для себя подробно расписал по пунктам, о том, о чем говорил Сураев с трибуны. Начал он со слов о том, что пятый созыв областного парламента – это время потерянных возможностей. И далее. Не было создано нормальных условий для деятельности депутатов. Была возможность, я перефразирую уже, но близко к тексту, была возможность получить собственное здание, но ничего не было сделано. Действительно, была такая возможность, но в основном не там. Информация, которой я владею, потому что в 2011 году, даже в декабре, 21 декабря 2011 года, мне пришлось этот пост занять, разговор шел о том, что здание, бывшее здание, точнее, Дом политпросвещения, попытаться переделать под здание законодательного собрания, и не только законодательного собрания, а и под все общественные организации, которые у нас есть. Совет ветеранов, там какие-то у нас общества. Общественная палата. Общественная палата. Да, да. То есть, когда говорят, ну, слишком шикарно, в принципе, это было бы место, куда могли все приходить открыто и, наверное, без всяких турникетов, которые сейчас сделаны. Вот это была идея. Но я слышала, вот люблю цифры, наверное, меня уже надо убирать, потому что слишком долго помню. Называли сумму, которая потребуется на реконструкцию этого здания в 500 миллионов рублей, полмиллиарда. И когда говорили, ну, вы хотите слишком шикарно жить, денег нет и так далее. Это еще в 2011 году надо заметить, да? Ну, от 2011-2012 год, я сейчас тут точно не буду вам говорить, да? Тем не менее, когда сейчас это здание было передано ВИАДГУ под инженеринг, да, который там сейчас находится, я могу ошибиться в суммах, но назвали где-то 60 или 70 миллионов всего-навсего потребовалось на реконструкцию, на ремонт этого здания. Поэтому кто тут лукавил и не доносил? Ну, если вам говорят, вот вы, вам необходимо купить, предположим, какой-то новый ноутбук, да? Вы говорите, ну, он мне крайне необходим. И он говорит, ну, что вы, он стоит там 100 тысяч. А на самом деле он там может быть за 12, а по скидке или еще меньше. И ведь вас будут к совести призывать, что вы за 100 тысяч хотите, естественно, вам будет неудобно в кризис такие, значит, деньги тратить. А сумма другая. Кому нужно эту облыженную информацию было вносить? Вот к ним вопрос. Ну, видимо, следующий тоже момент, прозвучавший в речи Сураева. Отсутствие нормальных условий для законотворческой деятельности и приема избирателей, да, видимо, нет своего здания и приходится ютиться на каких-то очень маленьких квадратных метрах. Ну, во-первых, он председатель комитета на неосвобожденной основе, поэтому... Кстати, он на сайте законодательного собрания Сураев до сих пор еще, значит, с председателем комитета. Ну, это уже чисто технические здесь праздники, так сказать, да, это поправят, наверное, и тем более это должно быть решение принято о том, что он освобожден, и на следующее законодательное собрание, заседание должно быть внесен вопрос об изменении, и там председателя нового выберут и так далее. Поэтому у нас несколько председателей комитетов работают на неосвобожденной основе, тот же Туролова у нас, Перминова, Елена Александровна и как раз Василий Купрянович Сураев. Безусловно, это некоторые проблемы имеются, но для приема избирателей, насколько я знаю, в Единой России у них там приемные, они используют, так сказать, активные, да. У меня пока, да, проблемы нет, и я часто просто выезжаю на места, когда вот есть необходимость. Это замечание, да, было на оперативном, вот после заседания законодательного собрания рассмотрено, что все-таки посмотреть действительно, насколько соответствуют условия. Но это в том числе вызвано из-за отсутствия лишних, так сказать, свободных площадей. К сожалению, да, ну, варианты есть, можно принимать библиотеки, можно организовать в некоторых центрах общественного активности, да, там по месту жительства. Так что, ну, это претензия, видимо, да, проблемы есть. Еще один упрек, да, содержавшийся в речи Сураева, игнорирование, обращение депутатов, введение компенсации, ну, в первую очередь, имеется в виду деятельность в районах, да, когда депутат должен из района приехать. Да, дело в том, что у нас, конечно, из Яранска, Сергей Сергеевич Павлович, там из Малмышевского района депутаты, те, кто не в Кирове, они живут, им добираться, конечно, и Шулаев, вот, пожалуйста, тоже из своих районов. Да, вопрос стоит, что не на то, чтобы они там взад-перед, но когда есть необходимость именно в Кирове решить вопрос по своему округу, а не просто эта поездка развлекательная. То есть, речь идет о чем, депутат едет на свои деньги, да? Да, да, да. И потом, чтобы ему возместить... Значит, когда они приезжают только на неделю в законодательное собрание, сессионная неделя, когда, значит, в течение двух дней проходит заседание комитетов, а затем и само заседание, да, законодательного собрания, они должны где-то остановиться, переночевать. То есть, вот сумма компенсации, которая выдается, как бы, в расчете на это, что они могут воспользоваться. Но, тем не менее, когда им приходится, там, в период ли посевной, он не может здесь остаться и мотается взад-перед для того, чтобы как депутату работать, или же, значит, рабочие какие-то моменты нужны, где присутствуют. Вот это есть необходимость. Поэтому вопрос мы это тоже поднимали уже несколько лет назад. По расходам, если человек бензин на своей машине ездит, или он там на общественном транспорте. Поэтому, наверное, нужно по факту, если избиратели приняли решение, что этот человек, депутат, будет представлять их интересы, надо эту поддержку, конечно, оказывать, когда он работает не на штатной должности. А это как, тоже на пленарном заседании должно решаться вопрос? Ваши голосования на голосование остались? Конечно, это же бюджетное средство, которое, и поэтому здесь нужно, пока, значит, еще вопрос поднимался о том, что компенсировать часть расходов председателям комитетов, которые работают на неосвобожденное. Освобожденное основе, чтобы им доплачивать. Василий Куприянович сразу отказался от всяких доплат. То есть, этот вопрос не поднимал. А вот по депутатам, у которых, да, из дальних районов есть проблема добираться, и трат у них больше, чем остальных. Еще далее по списку из речи Сураева. Помощь в подготовке законопроектов не всегда оказывается, по его словам. Как аппарат настроит руководство? Далее предложение из его уст создать аппарат ОЗС в виде юридического лица. Кандидатура у руководителя должна выдвигаться на совете ОЗС, затем утверждаться на пленарном заседании на срок полномочий, собственно, парламента. И тогда аппарат будет самостоятельным, не подконтрольным председателем. Вот такое заявление как оцениваете? Вот вы знаете, когда я еще была не на штатной работе, да, в ЗАГС, собрании, я уже с этим столкнулась. Вы знаете, депутаты это головная боль для правового управления. Но что этим депутатам только в голову не взбредет? А бедным сотрудникам, значит, нужно сидеть, отрабатывать столько бумаг, готовить. Соответствует ли это предложение? Да, и так далее, и так далее. Я понимаю, когда, вот всегда привожу в пример екатеринбургского депутата, который, видимо, от мучений таких длительных, что у него инициатив нет, да, предложил запретить использовать общественные, в общественных местах чеснок, употребление чеснока, да? Забавно, да. Да, ну, я говорю абсурдность некоторых, тоже у депутатов бывают такие заскоки. Но на этом этапе, наверное, нужно работать и фракцией, в которую он входит, или, ну, на совет, когда выносится, что вот я хочу с этой инициативой выступить, да, резонно или нет, поддержка будет или нет, во фракции поддержат. Потому что, вот, я с несколькими инициативами, да, они пока тоже провисают, часть поддерживает или на законодательном собрании, если мы хотим в Госдуму обратиться, эта инициатива гасится. Или там рабочая группа, самое дело затянуть, создать рабочую группу. Это может годами тянуться, потому что я уже неоднократно, например, выступала по льготам по 18-летним, о том, что у нас ребята, Министерство Российское в образовании, не дружат с Министерством соцразвития и социальной политики, потому что сейчас ребята, введя Министерство образования 11-летние, общеобразовательные средние школы, да, а ребята заканчивают школу 18 с половиной, порой, а то и больше лет. Ну и, соответственно, армия. Ну, это даже уже следующий этап. А то, что как только им 18, им перестают все льготы выплачивают, как из малообеспеченных многодетных семей. Говорят, они уже не дети, а им куда сразу после школы? Кто-то цинично говорит, да это же копейки. Но поймите, не они придумали, и, как правило, из многодетных семей ребята, они не сидят на шее у родителей нормальных, они идут или в техникум, или получают специально, чтобы не сидеть, так сказать, на плечах у родителей, а сразу уже вносить свой вклад, получать профессию. Среднюю школу, как правило, и родители на этом наставят, и девочки, и ребята, у кого хорошо голова соображает, они идут дальше в вуз. И семья готова какие-то терпеть. При нынешней они же лишаются всех пособий, да, а порой семья лишается статуса многодетной, если 18 уже исполнилось одному там из троих. Я поднимаю этот вопрос, и всегда масса препонов, что вот это, это нужно там, и так далее. И немало других вопросов, когда мы выходим, вот, например, по тому же капитальному ремонту. Зачем в эту программу загнали ЖСК и ТСЖ, которые нормально работают, где самоуправление нормально беспокоится о том, чтобы здание содержалось в нормальном, было в нормальном состоянии. Вот очень часто, я согласна, что сам механизм сегодня, вот принятие закона какого-то, это настолько махина, которую раскрутить сложно. И я всегда привожу в пример, если в советское время закон, который принимали на уровне центральном, да, власти, он действовал, начиная от Москвы до самого последнего поселочка, там, Починка или еще чего-то. А сейчас у нас бумага творчества раздута. Если на федеральном уровне прописан, мы должны принять свой региональный закон, а после того, как региональный, на муниципальном уровне должно быть принято решение дум, районных там или городских, кому это бумага творчества нужно. А вместо этого мы получаем массу бумаг и КПД, ничтожные действия этих законов. Ну, государство называет это самостоятельностью, чтобы люди, живущие в конкретном месте, пусть сами решают. Да, раздувание вот этих мыльных пузырей, вместо того, чтобы закон был один и действовал на всю страну. Принципиальные законы. Я понимаю, что там отлов рыбы или там содержание оленей, это сугубо национальные какие-то, да, там есть специфические. Но, извините, если кодекс об административных нарушениях, когда сегодня, уже несколько лет мы поднимаем вопрос, например, вопрос, мне не нравится только название закона, который есть в Нижегородской области, поддержание чистоты и порядка, я считаю, о благоприятной среде обитания человека, может быть, надо бы его назвать, в который все бы ходило. Вот моя коллега Шилова, она выходит с тем, чтобы не было шума в ночное время, но это вот только маленькая часть. Я ее поддержала, но, в принципе, считаю, что нам нужен закон в целом о том, чтобы мы могли нормально при проведении массовых мероприятий не нарушать жизнь, так сказать, и нормальное существование жителей близлежащих домов, где это проходит. Когда в парках, если это мероприятие, там, веотуалеты, за которыми меня, это о том, чтобы у нас собак не было бездомных и которые бы не гадили, так сказать, хозяев это. То есть это должно быть комплексное решение, а не выдергивание. А когда я выступила с инициативой о том, чтобы, причем это не я сидела и гадала, это обращение из Нововятского района, потом с Тимирязева, что там бар, в ночное время в жилых домах, когда эти бары, говорят, мы не имеем права, вот когда вы говорите самостоятельность, а оказывается на уровне ни муниципалитетов, ни региона, мы не имеем права ограничивать работу этих точек общепита. Да, только федеральные. Но это же абсурд. Если вы хотите одно, поручайте, и в то же время что-то у себя держите. И когда мне говорят, я не ожидала, честно говоря, реакции, Марина Сергеевна, вы бедных несчастных предпринимателей, они столько вложили, они так далее, кто их будет защищать? Я говорю, а кто будет защищать жителей тех домов, где в ночное время работают эти бары, там и кафе? Вот сталкиваешься с этим, я понимаю, есть указания, аппарат, который работает на большинство, представленное в законодательном собрании. А нам, выступающим от оппозиционных партий, поддержка индивидуально мы находим. А вот так, чтобы в целом, к сожалению, КПД низок. А то, что это прозвучало из представителя фракции еще на тот момент, Сураева, это же удивительно. А значит, это не вписывается в общую канву большинства, которые представлены в законсобрании. Ну, я поясню еще, да, вы говорили о законопроекте депутата Светланы Шиловой, она предложила, предлагала, вернее, расширить период, так сказать, тишины с, сейчас я найду, с 10 до 8, да, и с 9 до 9 в выходные дни. Сейчас у нас с 10 вечера до 6 часов утра законопроект не был поддержан. Да. Вы голосовали за, да? Конечно. Я поддерживаю, потому что мы этот закон предлагали хотя бы в первом чтении. С тем, чтобы еще обсуждать, зарабатывать. Да, так далее, да. Но вот кому-то, видимо, шумы не мешают. Мешают, видимо, только тем, кто живет в Порошино, и как они возмущаются, что ни в выходные, ни в другие, вот они отдохнуть не могут. Я предлагаю сейчас прерваться на небольшую рекламу. Напомню, что это особое мнение Марины Сазонтовой, вице-спикера Законодательного собрания Кировской области. Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметалин. За своим особым мнением сегодня напомню, вице-спикер Законодательного собрания Кировской области Марина Сазонтова говорил о том, что есть два вопроса на нашем сайте. Кирова.ру. Один вопрос я уже озвучил вначале, теперь хочу второй озвучить. Задает его вам Марина Сергеевна Ольга. Готовится к принятию поправки, которые вводят ограничения для СМИ по направлению журналистов на избирательные участки во время выборов. Теперь нужно специально, ну, не нужно еще, это все-таки еще поправки, законопроект в Госдуме. Нужно специально аккредитовываться в избиркоме, а аккредитацию получит журналист, который сотрудничает с редакцией не менее двух месяцев. Авторы поправок, я посмотрел, в новостях ссылаются на то, что очень часто на выборах приходят якобы журналисты, которые либо купили каким-то образом журналистское удостоверение, и в момент, в день выборов они могут как-то там напортачить, что-то сделать, что приведет к срыву этих самых выборов на конкретном избирательном участке. Вы, как человек, долго отработавший в СМИ, как оценивать эти поправки, надо ли ужесточить? Ну, как долго отработавший в СМИ, хотел бы начать с того, чему меня учили еще зеленого корреспондента. Такие корифеи, как у нас и Добровольский, Скобелевый, Горский, Федяков. Слово журналист – это было что-то на уровне писателя и так далее. Почему-то все сегодня стесняются слова, которое соответствует исполнению должности – это корреспондент. Поэтому того, кто направляет корреспондента на избирательный участок не менее двух месяцев или нет сроки, я считаю, здесь ответственность за поведение корреспондента, за его действия несет главный редактор. Если он это подписывает и направляет, то вот эти ограничения в два месяца, ну а почему не в три месяца, меня всегда вот эти сроки удивляют. Поэтому если будет ответственность редактора за того, кого он направил, и он будет нести полную ответственность за поведение своего сотрудника, за то, что он там напишет, не придется ли это как облыжную информацию воспринимать. Поэтому, не знаю, не совсем хочу сравнить с чесноком, который употребление в общественных местах. О котором мы недавно упомянули. Сейчас, да, где-то выборное, может быть, каждый что-то ищет, найти способ. Дело в том, что если бы у нас поведение сразу оценивалось, что именно, чем страшно присутствие представителей СМИ, того же корреспондента, ну что он может сделать? Там присутствуют же всегда сотрудники внутренних органов и так далее, если идет нарушение пожара. И наблюдается ли все равно. Конечно. Поэтому не могу серьезно к этому отнестись. Продолжаем. Давайте все-таки продолжим про итоги очередного пленарного заседания ОЗС. Самые заметные такие законопроекты, на мой взгляд, я выбрал. Принятие закона у нас состоялось о компенсации с 1 июня 2016 года взносов на капремонт для пенсионеров, причем одиноких пенсионеров. Давид, речь идет. Одинокопроживающих. То есть это могут быть и два пенсионера, муж и жена, которые достигли этого возраста. Они тоже будут иметь. От 70 до 80, 50 процентов и 80, и старше 100 процентов. Речь идет о компенсации. Очень хорошо, что вы это слово употребили, потому что, к сожалению, коллеги мои, да, очень поверхностно порой отнеслись. И руководители этих изданий не сделали соответствующее внушение. Правильно, что вы сказали, одинокопроживающие. Значит, это речь идет, это, говорю, могут быть и супруги. Второе. И именно компенсация. Это означает, что все должны будут продолжать оплачивать витации в 100 процентов, а только затем им будет возмещаться эта сумма, которую они потратили. Но в пределах есть социальные нормы, одинокопроживающие на 33 квадратных. То есть если у него 100 квадратных метров, то на 33 он получит эту льготу, за остальное будет 100 процентов. Ну и соответствующие там по 17, по 18 метров. Кстати, довольно подробно эту информацию и в источнике дали, и в Прогороде. Поэтому можно зайти на сайт фонда капремонта, все это есть. Точнее, даже Департамент Министерства соцразвития социальной политики, который возглавляет Кирилл Семенович Эльдев. Вот, это будет. Но на что хотела бы обратить внимание. Мы об этом говорили 4 года назад. О том, что сама программа, вот эта капремонта, настолько сырая, непродуманная, непросчитанная. И я не готова, так сказать, я об этом везде заявляю, говорю, что нашему председателю правительства страны нужно ставить двойку за руководство правительством. Вот нас, депутатов, каждый раз начинают склонять, когда мы предлагаем какие-то законопроекты, чуть-чуть повышающие льготы или социальную справедливость попытаться восстановить. Нам говорят, а где деньги? И ведь после того, как утвержден федеральный бюджет, региональные бюджеты, муниципальные бюджеты, председатель правительства страны в декабре заявляет, а давайте-ка мы, значит, такие льготы введем. А где вы раньше-то были? 4 года спали? Подождите, а это ведь закон, по-моему, инициатором которого Справедливая Россия была. Да там не закон. Принятый 21 декабря. Команда была от председателя правительства, что да, они все подписали, все готово. Это были заявления именно от Медведева. Вот когда у нас таким способом решается, уже вот выборная кампания таким начинается, кто мешал, долго спал или, так сказать, очень долго доходит с того, что происходит в реалиях, до тех, кто там сидит в Кремле или где он там еще сидит, да, председателя правительства, что надо было решать. Понятно, выборная кампания сейчас все хотят белыми и пушистыми. И недаром задавали вопрос к тем, кто вносил, значит, проголосовали. Ну, выступал непосредственно, Кирилл Лебедев непосредственно выступал. Да, и мы задавали вопрос, а деньги где? Вот вы знаете, когда мы выходим законопроектом, там пояснительная записка, текст этого законопроекта и всегда финансово-экономическое обоснование, где должна четко прописана сумма, ну, сейчас 39 миллионов, и за счет чего, где взять. И когда все эти месяцы нам все говорили, что... 39 миллионов потребуется на консенсации. Да, 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 да. То есть требуется, значит, не хватает денег, там, у нас не индексированы по детским некоторым пособиям и прочее, да, суммы, нет денег, а здесь вдруг сразу находится. Ну, не надо быть оракулом, чтобы понимать, что это команда... Кирилл Лебедев сказал, найдем, да, что-то в этом роде. Да, но почему-то на остальные социальные, так сказать, мы выходим, да, у него нет такой уверенности. И недаром даже контрольно-счетная палата, которая проверяла и давала обоснования, да, как этот... Они осторожненько так написали, может быть, все-таки с 17-го года, потому что бюджет уже дырявый, зарплата в бюджетных только на 10 месяцев рассчитана. Я не против этой льготы, только за. Кто мешал 4 года назад? Конечно. Кто мешал это раньше принять? И когда сейчас сталкиваются и начнут еще раз, если у нас там полутора на прожиточный минимум для того, чтобы воспользоваться льготой, если у тебя меньше, то тебе эта льгота есть на проезд, там, на железнодорожном транспорте и в общественном. А как быть остальным? За счет чего еще будут урезать, искать эти 39 миллионов? Или у нас, может быть, опять из министерств делают департаменты? Когда у нас сокращали, и Сергей Владимирович, я уже говорила об этом, там КГУПы некоторые все подсократили, я говорю, ну вот эти средства куда пойдут? И мне было четко сказано, в присутствии это на заседании проводим Совет ЗАГС Собрания. Но как вы хотите статус министра выше, чем статус главы департамента? Сложный вопрос. Да, поэтому, когда вот такие решения принимаются чисто популистки на этих, ну нужно думать. Это точно так же, когда я обратила внимание, 4 года Виктор Николаевич Женихов выступал, что у нас в муниципальном служащем, ну вот и даже в аппарате, 4 года зарплата вообще никак не индексировалась. И мне почему-то сразу, знаете, как я об этом даже в пятиминутке говорила, а не связано ли это с очередным, как сказать, этапом выборов? Что у нас ведь поступает информация с мест, что вот если район проголосует как надо, значит найдем возможности поощрить, так сказать, и район там субсидии получит. Так может быть действительно у нас индексация муниципальная будет раз в 5 лет, в зависимости от того, как район там или какое-то муниципальное образование проголосует. — Компенсации еще хочу уточнить, с 1 июня 2016 года, то есть вот с июня месяца будет компенсироваться? — Это речь идет по возрасту. — Не за весь прошедший период. — Это речь идет о людях, достигших 70-летнего и 80-летнего. Для инвалидов 1 и 2 групп эти начисления будут идти с 1 января 2016 года, то есть компенсацию за январь-февраль будут получать уже в марте и в апреле. Им не нужно представлять никаких документов, подтверждающих, они есть в базе, за исключением тех, кто только вновь получил группу. — А эти, простите, деньги что, принесут на дом, что ли? — Почему? Их будут начислять, как люди обычно получают дополнения, как они получают за группу инвалидности. — Да, 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 да. А вот тем, у кого возраст 70-80 лет, им придется подтверждать то, что они одинокопроживающие. И мне вот буквально вчера звонила женщина, и ответ, может быть, и других волнует. Она инвалид 2 группы, но квартира оформлена на детей. Они тут не проживают, там не прописано, она одна. Вот она спрашивает, а в этом случае как инвалиду 2 группы будет у нее компенсация? — Будет. Но именно в рамках, как одинокопроживающих, там 33 метра, за остальные 100%. Вот это было сказано. А по тем, у кого возраст 70 и 80 лет, да, старше 80, значит, там тоже пропорционально социальным нормам, это не там за 100 квадратных метров, если квартира, а вот какие существуют, да, на одного 33 и так далее, на каждого члена семьи, им придется подтверждать, что они одинокопроживающие, там свой возраст, и это опять очереди на Октябрьском 105, где должны будут это подтверждения. Вот если бы только, значит, у нас в этом случае, не с момента обращения этой льготы, вот если у них появилось, у нас в законе пишется, с 1 июня, чтобы людей не выстраивать в очередь, вот уже сейчас там, да, а сказать, и не с момента обращения, а вот как по инвалидам, что с 1 июня это будет действовать льгота, когда человек обратился, это лето, когда многие на даче, кто-то в отпусках там уехал, или, ну, по болезни и так далее. Вот чтобы нам не создавать эти очередные толпы на Октябрьском 105, где вот я прохожу каждое утро рабочие дни и вижу эти огромные очереди. Остается у нас буквально одна минута, но хочется спросить еще о многом, но, Марина Сергеевна, позвольте, спрошу только лишь об одном, потому что нет времени. Ваш коллега, да, по фракции, Виктор Николаевич Женихов, имею в виду, не прошел его законопроект о том, чтобы запретить чиновникам называть наш город, кроме как Киров, ни Вятка, ни Хлынов, 16 человек проголосовали за все-таки этот законопроект. Вы в числе поддерживаете? Да, в данном случае вы упустили очень важный момент. В официальных. В официальных. Безусловно. Ты можешь как угодно, как тебе нравится называть, но когда ты являешься официальным лицом и выступаешь на официальных мероприятиях, безусловно, ты должен знать, как у нас многие там говорят, Питер, там Ленинград, там Санкт-Петербург, но если ты являешься официальным лицом, находишься, то это уже несколько фривольность. Для того ты и клятву там даешь и так далее, что присягаешь, наверное, с Кировской области, городу Кирову. Вот это нужно помнить, это, будем так говорить, этикет твоего поста, который ты занимаешь. Поэтому в данном случае нужно, пусть не прошел, но это напоминание тем, что нельзя так фривольно обращаться с названием нашего столицы, нашей Кировской области. А вот я хотела бы успеть поздравить всех мужчин с Днем Советской Армии и военно-морского флота, потому что, да, клятву они приносили ей, а защитников Отечества, безусловно, они сегодня не все даже и служили, но пусть примут все поздравления. С праздником! Хорошо, это Марина Сазонтова, вице-спикер Законсобрания Кировской области. Ее особое мнение завершается. Всего доброго, до новых встреч. Всего хорошего!